На, 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 девочка. Не-не-не, ты сейчас выпадешь, ты сейчас выпадешь. Всем привет, друзья. С названием вы, наверное, поняли, а может не поняли, что это значит. Короче, я вам сейчас покажу. В общем, гусята доиграли в дочки-матери. Я, конечно, в шоке. Я вам уже много раз говорил о том, что и утки бывают, утенка там сожрут, или еще что-то. А тут вот эти молодые гуси. Это, конечно, мой недосмотр. Но я сейчас вам объясню, почему. Можно было бы, как бы, сохранить. Но, знаете, перед выводом, утка должна ходить купаться. А купаться прямо там в загоне, это точно был бы не вариант. Поэтому, в общем, сейчас все увидите. Ну, а я хожу, чтобы немножечко кормлю, убираю. У нас прошел ливень. Прям такой сильный-сильный. И сейчас, наверное, еще будет. Небо черное. А вот там дальше, над лесом, вообще чернота. Вот там. Ну, вот тут посветлее, видите. А там вон вообще черное. Точно пойдет сейчас дождь. Короче, и я тут бегаю, пока управляюсь. Цыплятки Кэш. Они точно какие-то идут прямо в руки. Цыплят. Гля какие. Надо какую-то, что ли, досточку. Наверное, сейчас так и сделаю. Сейчас покажу, как. У меня вот есть досточка. Вот такая. Сейчас ее вот тут спереди установлю. А то они постоянно лезут вываливаться. Кэш. Смотри, что делают. Кэш. Глянь, какие. Глянь, какие валенки. Ага, и ты будешь перепрыгивать теперь. Вот так. Все, никого там не придавил. Нет. О, как раз ровненько подошло. Вот оно будет. Гля, что делает. За кормушку оно будет держаться. Сейчас вам ставлю воду. Сейчас я вот тут у них чуточку повыгребал. Они, и знаете, вот это прям понизу не будет идти им ночью холод. Отлично. Отлично они переночевали. А Гляша делает. Отлично переночевали корм. Вот уже съели полбанки. Освоились. На тебе водичку. Не, не, не. Кэш. Вон, идем пить. Пить иди. Иди пей. Все туда. Все разобрались, где корм. У всех забы. Набитые. Прям хорошо едят. Ну и пьют. Видите, все. Короче, с цыплятками все хорошо. Мне кажется, за денечко они прям округлились, потолстели. Потому что, потому что корм в свободном доступе. Ну вот так. Значит, все хорошо. Продавец мне нравится. Вот так. Ну как бы, я имею ввиду, цыпленок у него хороший. Вот так. Брал я у нас здесь же на рынке. Меня попросили снять рынок. У нас уже нет рынка. То есть, это так. Я просто говорю, что есть рынок. А так вот, если как бы раньше было на рынке, ну, например, 100 или 150 продавцов, да? Как бы с разным товаром. То сейчас с цыплятами вот эта одна женщина с парнем приехала. На той неделе, вот уже и дождь. На той неделе двое приезжало. Понимаете? И с овощами два человека стоит. Там нет уже рынка того сейчас. Спасибо, конечно, и то, что один человек приехал с цыплятами. И на том хорошо. Поросят, если раньше 5-7 машин возило, включая меня, то сейчас вообще никто не возит. Вот один раз были на рынке поросята вьетнамцы. И как раз в тот день я и не поехал на рынок. Короче, вот такие дела. Все, спускается дождь. Вот эти сучары, 4 штуки, я сейчас вам про них расскажу. Вот и мои хорошие гусятки. Они, конечно, ничего не понимают, что они наделали. Но это у них в природе. То есть, понимаете? Мокрый вот дождь прошел. Но они-то прячутся, стараются. Но все равно после дождя и там в луже вон купались. И вон маленькие вот это купаются. Вот эти 4 паразита у серого гуся прям забрал гусенка изо рта. Понимаете? Это не то, что там я придумаю, кто-то что-то сделал. А прям изо рта его забрал. Так что вот такие дела. Все. Вон, видите? Кушает. Кто кушает, кто пьет, думаю, вот эта досточка лишняя не будет. Чтоб сюда не садились. Сейчас еще как дождь начнет вот так бить. Так что будет нехорошо. Этим тоже нужно принести вот той гранулы насыпать. Потому что они сидят на дробленке. Короче, дождался называется гусят. Смотрите, ну как бы все утки, которые там вот там сидят и вот здесь сидят, вышли. Они себе сидят и встают, встают и ходят гулять, когда хотят. Сходили там покупались, еще что-то поели. Ну и вот тут же вот эта утка, которая вот в этом загончике, вот. Я тут у нее немножко поубирал. Думал, что она будет тут сидеть. Поубирал. И только заинтересовал этим гусей. У них тут дверь, у нее дверь вот так постоянно открыта. Это я сейчас закрыл. Сейчас я поставлю воды и корма. И у нее там три гусиных яйца было. Я вам сказал, что одно проклюнуто. И вот то, что проклюнуто, оно до сих пор проклюнуто у нее там. То есть у нее осталось два яйца. А третье, которое не было проклюнуто, вот гусенок. Короче, вот такой кошмар. Зашли паразиты. Ногу всю погрызли. Короче, пипец. Такое и показывать не хочется. Зашли паразиты. То ли расклевали яйцо. То ли, я не знаю, то ли какая-то, как и там. Помните, она вот там уселась. Ну вот то, что я вам вот там показывал. На гнездок утки. Я еще ими там умилялся, рассказывал, что... Ой, какая молодец, в дочке-матерь играет. В общем, доигрались. Называется. Называется, может, тоже уселась. Утка точно. Утку никто не обижал. Утка себе там бегала, купалась спокойненько. А потом вот только что вернулась. То есть, как бы, возможно, утка ушла. А эти паразиты пришли, ну и уселись там на гнездо ей. Короче, наделали мне вот таких делов паразиты. Осталось там два яйца. Одно яйцо проклюнуто. Они его тоже придавили. Но там гусенок живой. Смотрю, что она уже не полностью на яйцах сидит. Надеюсь, что хоть парочка вот это выведется. Так что сейчас она только вернулась. Можно ей сегодня ничего не ставить. Она поела, попила, покупалась. Я лично видел. А завтра ей с утра поставлю корм сюда и воды поставлю. Ну, какую-нибудь кастрюльку. И пусть сидит. Так что, вот такие дела. У этих все хорошо. Тоже хочу немножко им подстелить сейчас. Ну, как-то так. Вот это же травы принес. То есть, мусора вот этого. Сейчас немножко притрушу. И индюкам нужно притрушить. Тут тоже немножко повыгребал индюком. Вот тут, где вода стелить не буду, нет смысла. Мамульчка, защищаешь, да? Даже с сеном дерешься. Вот так. Вот и по суше. Все, водичку им налил. Вот такой пипец тут произошел. И это же, говорю, то есть, как бы гуси никого не трогали. Утки себе сидят. А теперь мне страшно из-за тех уток. Там же две утки еще сидит. И одна тоже на гусином. Нужно вот там тоже что-ли закрывать. Или как от этих гусей. Сейчас полезут туда. Подавят, подавят мне гусят еще и там. Короче, капец. О, кушает, кушает тараканчики. Ой, какая красная. Что-то такое. Можно свет выключить красный. А то прям чересчур ярко, да? А мне кажется, можно вообще уже у них выключить. Сейчас прям жарко. Все, эти отлично себя чувствуют. Все. Все ровненькие, красивенькие. Глазастенькие. 21 утенок. По идее, если бы тех двоих, ну было бы 23. Но, как бы, первый день пропали. Это не считается за пропажу. Потому что, ну как, это считается за пропажу. Как бы они то были. Но, я имею ввиду, это не зависит от вас. И от ваших условий содержания. То есть, если вы купили, например, у вас в первый день пропало. То у нас были такие продавцы на рынке. Которые, ты сразу звонишь. Отправляющие фотографию. Ну, номер же, что у тебя есть. Отправляющие фотографию, что у тебя вот-вот пропало. Сколько. Ну, как бы, они дают гарантию. И они возвращают тебе или деньги. Или на следующий базарный день приходишь. И берешь такое же количество цыплят. Вот у нас была такая женщина. Но это если в первый день. То есть, в первый день от вас это все не зависит. Да? Индюшаки. Как валит дождь? Как ваши дела тут? Как ваши дела? Будете вот сейчас в соломке в сене старом купаться? Ой, надо уменьшить, да? Вот так. Вот. Вот. Ну, смотрите. Я у них вычищал два раза всего. Ну, вот сегодня еще когда-то. Ну, и не могу сказать, что у них прям грязно. Они все чистенькие. Хорошенькие. Вот так. Как-то так. Очень подросли. Чтобы я их не взвешивал. Чтобы вам показать, как они подросли. Я вам... Я сюда принесу этот ящик. Ну, мой таз вот этот большой, который я везде использую. Я его занесу сюда, и вы посмотрите, насколько они увеличились в размере. Потому что они в него не влезут. То есть, если я привез десятерых в тазу, они хоть и плотненько, но в него вместились, то сейчас, наверное, штучек семь поместятся. Ну, вот так они подросли. Мало. Мало. Мусора надо еще принести, да? Индюшаки. Вот корм стоит. Все. Дождь спустился. Слышите? Вот так. Ездили сегодня в поле. Посмотреть на дискованные участки, которые не посеяны. Ну, вот не засеяны мы. Что немного посеяли. Только подсолнух сеяли. И это. И, короче, дожди, что у нас идут, можно сказать, регулярно. И так, по дискованному уже прям видно, что оно все по-новому. Прям трава буяет. Зелень, короче, так и прет. Не знаю. Возможно, нужно посчитать. Есть кто-нибудь, агроном? Как вы считаете? Дисковать? Лучше еще повторно задисковать? Или использовать гербицид сплошной на участке, чтобы сожгло все, что там есть? Ну, и надо посчитать. А если использовать сплошной гербицид, то какой использовать? Я раундап, например. А какой объем на гектар? Ну, короче, это можно в интернете. Может, кто-то из вас уже знает и напишет мне комментарий. Я прочитаю. Буду очень вам благодарен. Ну, а так самому мне нужно тоже это все посмотреть. Ну, и как бы выбрать вариант, который будет более приемлемый. Не все те участки, которые были задискованы сейчас. Но дисковать их нужно было, потому что сорняки пруты были уже почти по пояс. А уже потом, если были палки, то диски их бы не взяли. Поэтому, ну, короче, задисковали по возможности сейчас все. Ну, пока сеять пшеницу к сентябрю месяцу, оно, конечно, там вырастет. Вот сейчас дождь прошел, попрет просто как на дрожжах. Да, пузатики. Все-таки тот индюк, видите, десятый такой он. Он кушает, пьет, а все равно он такой. Нужно ему все-таки таблетку запхнуть. Вы мне написали, знаете, как бы пропойка индюшат идет 5 дней, вот последняя пропойка, 5 дней метронидозолом по 125 миллиграмм один раз в день в клюв. То есть у меня таблетки 250 миллиграмм, а это на 2 индюка, то есть получается. Я вам, когда привез, я вам говорил, а ну просыпайся. Когда привез, я вам сказал, что они были пропоены 3 дня, я им больше не давал. Там в комментариях кто-то писал, что типа пол таблетки на маленького цыпленка, это много, типа 250 миллиграмм, это на 10 килограмм веса, это профилактическая доза. А так вам как бы однократно дать цыпленку, как я дал 125 миллиграмм, ничего с цыпленком не произошло, никакой передозировки нету, ну и цыпленок пошел на поправку. Я вам показывал и все рассказывал, хочу глянуть того индюшонка. А ну, ну видите, когда к нему идешь, он такой шустрый. А так вроде и по размеру он меньше всех, да? А, так пылит. А ну, где я тебя поймаю? И даже, даже шустрее всех остальных, потому что другого можно потрогать. А этого... Да нет, вроде... Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо, дай крыло, дай крыло-крыло-крыло. Вот так. Грудку хочу глянуть. Вроде же круглая грудка. Хороший индюшончик. Так, без вспышки плохо видно, да? Вот так лучше. Вот такой, вроде красивенький. А что спит? Вот, может, Соня. Знаете, если был бы больной, то он бы сразу немножко потерял в весе. А так он толстенький. Ну и все. И еще, знаете, что вот мне? Странно. Каждый раз, когда приношу новые... Ну, вот, поменять воду, когда сюда прихожу, вот к этим обормотикам. Под этим ящиком сидит то один, то два цыпленка. Чего они туда лезут? Или зачем? Короче, не знаю. Вот так. Ага, я все забираю. Вот, знаете, когда я вам говорил, что тут прохладно в сарае, уже не прохладно. Птички добавилось. Я туда-сюда хожу, и уже тут не прохладно. Уже жара, как и в том сарае, где свинюшки. Но когда идет дождь, становится чуточку свежее. Да, мамуль? Сейчас им еще травы кину. Кыш, не вываливайся. Смотрите, какой у нее ирокез. Просто, вон, сзади. Просто там пух еще не слез. На голове уже перо выросло. А там сзади нет. И такой ирокез у нее. Во. Все, эти обормотики три уже тоже пухом вторым обросли. Но погода не летная, поэтому рано их еще выпускать. Пусть сидят закрытые. Когда будет погода наладиться, что, ну, как бы, по погоде не будет дождей, то можно будет выпустить. А пока еще сидят. Все равно обормоты кучкуются сюда ближе к свету. А много кто написал, что они сидят здесь, потому что здесь стоит кормушка. То есть, как бы, они стараются сидеть ближе к кормушке. Может и так. Но идет хорошо. Пузачки. Сейчас досыплю. Ваня вот нарвал молочая, принес. Ну, это. Типа спрятал от гусей, но они сожрали больше половины. Так что, ничего не спрятал. Ага. Обормоты. Ну, хотя бы мне малыш не осталось. Вот так. На. Оп. Вот так. И парочку веток дам этим. Тут хоть и у них и насыпан коврик, но они его не сильно съели. Пусть молчать любят. О. 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 Вот такие вот дела. Почти доели индюки. Нужно будет купить новый. Вот и лучше, да? Гуся-то под уткой. Ну, как есть. Жалко. Жалко гусянка. Ну, это. Как бы. Что произошло, то уже не изменить. Да? То есть, получается, у меня во дворе 16 и вот здесь 11. Это 27 гусей. Когда они все подрастут, то есть, когда они будут в возрасте все старше двух месяцев, то есть, 27 гусей, это такое прям хорошее стадо, да? Так что нормально, ладно. Что есть, то есть. Надеюсь. Надеюсь. Ну, вон она как бы не плотно сидит на яйце. Надеюсь, что хотя бы два штучки эти выведутся. Нужно будет у нее потом побелить, когда она их выведет. Потому что тут вот как сидел кабан, как мы его убрали осенью, ну, я как бы повесну сюда вообще по лето. То есть, летом я сюда не заходил до лета. Стоял-то, тут и света не было, ну, как бы лампочек не было. Ну, и мне не было смысла сюда ходить. А потом то один загончик наполнился, то второй, то третий, то пятый. Ну, и теперь нужно до ума доводить. Побелить потом. Ну, и все. Все, друзья. Где самый маленький гусенок с серой спинкой? Вот это, да, наверное? Вот это. Все равно по нему видно, что он мельче тех двух беленьких, вот этого и вот этого. Хотя разница всего одни сутки. То есть, представьте, вот этот завтра выйдет вот такой. Кажется, что вроде одинаковый по возрасту, но при этом за сутки он все равно так хорошо вырастает. Тут он вообще уже большой. Вот так. Ладно, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. Ну, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok